Добрый день, уважаемые зрители! В этом ролике я бы хотел показать, как можно сделать USB кабель для зарядки старых телефонов Nokia. Вот, вы видите мне этот телефон, вот это круглое гнездо. Дело в том, что сегодня очень много продажи вот таких microUSB кабелей, которые используются для зарядки смартфонов. Также ими можно заряжать телефоны Nokia Asha и более поздних моделей. Но иногда бывает потребность, чтобы под рукой был USB кабель, который бы имел вот такой штыкерок. Вы видите, кругленький. Например, чтобы можно было от пауэрбанка этого же или зарядить от системного блока, ноутбук и тому подобное. Поэтому я решил использовать этот кабель, который снялся с сгоревшего адаптера питания. Также у меня был со старого телефона, если не ошибаюсь, Samsung тоже дата-кабель USB. И здесь я обрезал старые наконечники, к нему припаяю, соответственно, вот этот кабель, который я срезал с адаптера Nokia. Поэтому понадобится паяльник с оловым припоем, съемник изоляции, который вы видите. Также я буду использовать термоусадочную трубку. Она очень не нравится. Ну, на крайний случай, можно и у насолента, видно, использовать. Ну и также я буду использовать тестер. Как это можно делать, я сейчас наглядно демонстрировать не буду, вы поймете. Сюда вставляется иголочка. И благодаря этому можно померить этот кабель, например, соединить и провода, и померить его на целостность, и на излом. Также можно благодаря этому аметру определить, где плюс и минус. В принципе, если кто смотрел распиновку, то видно, что это два крайних контакта железных. Ну, тут, например, на моем и так видно, что, скорее всего, это будут красные и черные контакты, они под питание. А зеленые и белые, скорее всего, отвечают за передачу информационного сигнала. Я сам процесс пайки, сборки делать не буду, чтобы не утомлять вас. Покажу конечный результат. То есть сам принцип вы поняли, я думаю, дома сможете повторить. И прежде чем испытать сам кабель, хотел показать, как можно проверить полярность. Вот у нас есть мультиметр. Вы видите, здесь есть положение DCV, то есть постоянное напряжение. Ставим на 20 вольт порог. Прекрасно. Теперь у меня есть зарядное, включенное в резетку. Я в него ставил иголочку. И наша задача делать... Одним щупом мы дотрагиваемся к иголочке, это красный будет. Черным мы дотрагиваемся к самому наконечнику зарядного. Берем красный щуп до иголки, черный до зарядного. Мультиметр показывает напряжение 7,32. Таким образом проверяется полярность. Ну а теперь переходим к самому испытанию. Представьте, что вы где-то в дороге, и вам нужно подзарядить телефон. У вас есть пауэрбанк. Включаем его. Берем наш кабель, который мы спаяли. Подсоединяем в пауэрбанк. И берем теперь наш телефон. Обычный телефон, не смартфон. Подсоединяем. И что мы видим? Идет зарядка от обычного пауэрбанка. Таким образом мы сделали USB кабель для зарядки. Затратили около 10 минут, но можно заряжать от пауэрбанка, компьютера, ноутбука и тому подобного. Кстати, мультиметр, который здесь, я покупал на Алиэкспрессе, и этот пауэрбанк тоже мне обошелся меньше 50 гривен, и его сделал на основании ноутбучной батареи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч на YouTube.